ну вот и прошел этот день прошел день очень хорошо посидели вчера пожарили мясо поговорили с ним 100 лет не видели с петруха уже но не сто два года не видались и не заезжал не было возможности не было в эту сторону рейсов но вот заехал на обратной дороге тоже надо будет заехать в общем классно классно петруха вообще красавчик молодец старается вертится магазин свой открывает скоро на трассе на m7 вязниках будет его магазин так что заезжайте к нему заезжайте гости всегда поможет всегда сделает запчастями всегда поможет ладно мы выдвигаемся дальше на псков нам еще ехать тысячи километров завтра у нас будут ждать уже там ехать ехать долго завтра завтра нормально завтра выгрузимся до семерка не может жить без пробок подъезжая к концу владимирской обездной где-то то ли авария какая-то то ли что-то тут что-то случилось надо перестраивается посмотрим авария правом ряду перестраиваем сейчас перестраиваемся но и вот он съезд 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 недолго ехали без пробки буквально чуть-чуть и опять будет пробочка началась это владимирская визна и сколько себя помню здесь постоянно пробка постоянно то мост ремонтирует еще что нибудь то дорогу то 5 10 и короче постоянно пробка здесь да не закончится многострадальный лакинск сколько себя помню сколько сюда ездил в эту сторону здесь всегда были ремонт и ремонт и ремонт и лакинск это был бичом трассы м7 здесь постоянные были пробки просто нереальные пробки можно было встать и часа три-четыре стоять в этой пробке просто стоять не двигаться потихонечку поймали нишку тут продвигаться сейчас вроде ничего сделали дорогу можно можно ехать спокойно уже ну и народ весь несется несется куда-то все летят летят быстрее домой быстрее вернуться как будто не успеют очередная пробка томяну привет любителю останавливать этих дебилов стоим толкаемся потихонечку помаленечку верим то ли светофор держит то ли чё непонятно пока верим стояла перерыв выдвинулся дальше протер парки стекла короче порядок машину чистоту навел более-менее магазинчик сходил там кое-что прикупил из продуктов хлеба сосисок так далее короче чай похлебал тут пробка пробка толкаться я не знаю сколько не смотрел еще ты блин и смотрел сколько толкаться в этой пробочке пока едем двигаемся по шоссе энтузиастов подъезжаем камкаду а ваших а это я там подъезжаем камкаду пойдем через мкад потом через рыжское шоссе туда дальше на псков будем уходить двигаться нам в районе пяти километров еще до мкада по мкаду по север по наружке пойдем на север туда двигаемся ребята цените всю красоту масштабы москвы это еще причем не сама москва это еще московская область балашика гребаная движуха все выезжаем на мкад 5 полос летим 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 до рижского шоссе много здесь камер много ловимся еще по мкаду давим давим жарим осталось немного сейчас будет скоро поворот на м-9 на новорижское шоссе и будем туда уходить народ он стоит на заправку вот отстаивается кто-то на заправку именно стоит кто как установка нам как и запрещено нет нам не туда нам не надо на эту дорогу он показывает на ленинградку на платку нам туда не надо ехать что-то какие-то блики непонятные вроде протирал лобовик все равно народ валит тоже сейчас будет поворот на коровинское шоссе на мне надо сюда еще раз будет поворот на коровинское шоссе мы возили туда мебель мебель возили возили получается маршрут был снова с томска грузились томск омск тюмень и гад не надо нам сюда газ и москва мимо и питерная на питер сейчас вот этот этот съезд будет съезд на коровинское шоссе а связок здесь конечно огромное количество он идет вот этот развязка это вообще грандиозного сказать я не знаю какая тут высота в этой развязки просто гибанистическая высота можно сказать так вообще красота конечно ёбаный ты сука в рот блять моего дырявый принципе здесь все как всегда здесь состоит вообще все стоит дебилы лезут с третьего ряда со второго ряда повернуть чтобы ничего здесь не меняется впереди камера на полосу все в камерах все в камерах трасса здесь такая она не сильно оживленная машин очень мало ездит за все время я не знаю мне штук 5-7 уж кур попалась маленькие в основном едут маленькие грузовички да и фуры в основном едут с великих лук едут в этом из завод или что там не знаю оттуда едут трасса вся просыпанная мокрая на улице дождик идет бля на улице декабрь месяц дождь идет где-то видом так света чуть-чуть припорошила интересная своеобразная трасса такая получается до волоколамки идет четырехполосная дорога после волоколамки уже две полосы потом в одну полосу вернее идет шестиполосная даже магистраль потом до волоколамки по моему где-то она сужается на двух полос потом после волоколамки она до вернее до четырех полос сужается а после волоколамки уже двухполосная становится обычная дорога дорога это очень памятная очень знатная здесь во времена великой отечественной войны погибло очень много наших соотечественников много едов прадедов наших то есть стоит очень много мемориальных тапельщик здесь нехило так повоевали за нашу родину ребята хвала и честь им вечная память за это даже вот это шоссе волоколамское увековечено как повесть и повесть как правильно назвать книга есть очень интересная александр бег я написал называется волоколамское шоссе всем советую послушать прочитать я ее в аудио формате слушал сами понимаете что читать и сильно есть время вот я ее слушал в аудио формате очень интересная как раз книга про бои на вот этом направлении на волоколамском про одного начальника военно начальника как раз все вот эти бои там проходили ну очень интересная прям ребят если кто-то слушает аудиокниги кто-то заморачивается этим то есть не музыку слушает аудиокнижки скачайте себе послушайте ну прям прям реально очень интересно берет за душу в эта книга эти все события они проходили здесь буквально 60 100 километрах от москвы то есть а вот это бойня мясорубка было я думаю такие книги надо читать надо знать про подвиги людей